Дмитрий, я вас хочу спросить, почему вы играли не на Динамо, а здесь? Это на фарт, как бы, или что? В чем секрет? Слушай, ну, знаю, директор. Ну, то есть, это не ваше решение? Не, ну, мы вроде игры все проводили здесь и приняли, где играли, продолжали, ну, по крайней мере, эту игру. Вы рассчитывали получить какой-то перевес, учитывая то, что вы постоянно здесь играете, а для нижнего синтетика не очень? Слушай, ну, в чем мне вообще? Ну, там футболисты, которые также были в этой лиге. Ну, не все, но... Но вы имеете в виду, что имеют карточку на оситочке? Слушай, ну, играют там и Оренбург есть у них, и ребята там, ну, сейчас, по-моему, все пацаны в академиях, все на искусственных полях тренируются, поэтому я не думаю, что какая-то сложность была. Сложность была то, что надо терпеливо играть, что нам немножко не хватило терпения, перетерпеть, потому что, ну, возможности имели забить. Но вы не считаете, что вот тут, если бы парень наш забил, когда один в один вышел, то все могло иначе случиться? Это футбол. Я еще несколько моментов могу сказать. Поэтому, ну, ничего. Пусть я голову еще раз... Ну, то есть нельзя сказать, что одна команда имела подавляющее преимущество на другой. По счету получилось, что да. По счету, да. Но если ты посмотрел игру, то я думаю, что согласие подавляющее преимущество не имело. В чем у вас большой опыт и футболиста, и тренера? В чем шанс команды после 0-3 в первом матче? Что должно произойти, чтобы вы зацепились за результат во второй игре? Или все уже, как бы, надо думать о следующем сезоне? Слушай, ну, этот сезон закончился, будем думать о следующем сезоне. А сейчас, во-первых, есть имя, есть лицо команды, которую мы также выстраивали от игры к игре. Еще раз, у нас в начале сезона уже похоронили давно все. Мы пошли дальше и перетерпели других соперников, других команд. Достаточно интересных, ты знаешь, каких. Поэтому... Как? Играть будем, будем играть, будем показывать игру, футбол, и руки не дадим упустить команде точно. И я знаю, просто эти футболисты, они тоже не опустят руки. Ну, значит, что погрызаетесь? Ну, мы понимаем, что в нас никто не верит, и важно, что мы всегда верили. Вот и все. В что время тренер Нижнего сказал, что маленькие раздевалки, а вместо тренерского кабинета там сауна. Как у вас? А я не знаю, у меня тоже сауна. Я вообще в допинг-кабинете сижу. Иди? В допинг-кабинете? Ну, точно нельзя сказать, что этот стадион плохой с точки зрения со структурой. Ну, что стадион, а что, понятно, ребята привыкли, но они, по-моему, тоже два года назад играли в этой лиге. Но она уже быстро, к хорошему привыкаешь. Ну, ничего, мы и доберемся туда. Холим. Спасибо большое, что я хочу. Спасибо. Спасибо.